Ленинградский романс – дебют московского режиссёра Николая Елесина в Преамурье, причём двойной. Раньше работать с пьесой «Мой бедный Марат» по мотивам, которые задуман спектакль, постановщику не приходилось, несмотря на то, что произведению уже полвека. Это не значит, что мы должны как-то модернизировать и осовременивать ситуацию снаружи. То есть песня требует переносов в другое какое-то время, она не требует другой лексики. История трёх людей – лики Марата и Леонидика сквозь десятилетия. В двух актах уместилась их юность и зрелость. И самыми тяжёлыми для героев окажутся не сороковые, а послевоенное время. Когда Леонидику, например, придётся учиться жить без руки, потерянной в бою. У меня, кстати, есть идея. По уши на импередину в каком-нибудь не очень уж захудалом ресторанчике. Шикарное предложение! А как? Ну что? Тебе, кстати, не кажется, что ты пьёшь больше, чем это полагается по норме? А Лике придётся выбирать одного из двух ребят. Героя удальца смельчака Марата или Леонидика. Немного конформиста, но совсем не труса. Леонидик нормальный. Он не такой сумасшедший, как Марат. Он не готов, я даже не знаю. Он не то, чтобы он не готов лезть на амбразуру, закрывать. Он готов. Но если в этом есть какая-то острая необходимость, если нет, то... А зачем? Ну, ты можешь приносить пользу. Вполне адекватными какими-то вещами. Честно работая, честно любя. Пока пьесу обкатывают в репетиционном зале. На следующей неделе режиссёр выйдет с актёрами на большую сцену. А это значит, что постановка уже близка к завершению. Премьеру «Амурский зритель» увидит 25 сентября. Ей откроется новый, 132-й театральный сезон. Наталья Бернадская, Наталья Спицына, Михаил Величкин. Программа «Город».